Продолжение темы Эрика Карла. Вот у нас есть одна такая книжка, нам ее подарили. Очень простая тут идея, она для самых маленьких. Она с картоновыми такими страницами, чтобы выжить. Вот это такая зарядка для детей на примере животных. Подражательство такое, от головы до ног называется. Вот в этой самой грубой, брутальной, как Катя говорит, технике. Розовый жираф издательства. Идея такая вот. Я пингвин, я влечу головой вот так. Надо вертеть головой. А ты так умеешь? И я так умею. Вот, то есть тут и родитель, я думаю, тоже должен задействован быть. И вертеть головой, ногами, руками. Выгибать шею, как жираф. То есть это такая интерактивная книжка. Красивые цвета здесь. Текстуры на животных выглядят клево. Вот на детях, ну так. Дети такие, конечно, грубые-грубые. Животным это очень подходит. Я тюлень, я бью ладоши вот так. А ты так умеешь? Я горила и стучу себя в грудь. Вот так. Вот очень веселая книжка, да. Очень захватывающе это все выглядит. Так, раскрепощающе. Но вот Никуша, ну не пошло, вы знаете. Ну, она не стала в этом участвовать. Я ей подсовывала в разное время. Ну, совершенно осталась она равнодушна ко всем этим телодвижениям и даже к животным. Может, стоит еще раз попробовать, не знаю. Ну, то есть, там где-то прошлой весной, в последний раз ей подсовывали. Ну, смотрите, какой ослик. Может быть, это пойдет больше, когда детей несколько. В общем, не знаю. Ну, то есть, интерактивность, она не всегда заходит детям. Не сто процентов. Если ребенок не расположен попугай, то как-то его не заставишь же, да, веселиться. Когда он не хочет именно таким опытом веселиться. Вот. Но может быть очень и очень весело. У нас пока не очень весело. Ха-ха.